Любой из нас наверняка может вспомнить свой первый звонок, первый урок, первый ответ и первую отметку. И все это связано с именем первого учителя. О том, каким должен быть учитель, чтобы его любили, говорят самые маленькие школьники. Он должен быть хорошим, добрым, никого не ругать. Добрым и он должен учить того ребенка, тот, который ничего не знал и надо же учиться в школе. Учителем может быть иногда строгим, когда мы нарушаем правила. Надо, чтобы он был умный и, например, если ребенок не знает, надо его учить. Добрым, ну, бывает, красивым. Когда я пошла в первый класс, я его любила и его обнимала. Ольга Анисимовна в числе ветеранов образования. Вот уже почти полвека она работает учителем начальных классов. По ее словам, успех в ее работе можно увидеть только тогда, когда ученик становится взрослым, достойным человеком. В нашей профессии, как доктор, так и мы, только надо любить ее. А любить не будешь, здесь делать нечего. Я, например, приходу сюда, я отдыхаю. Я дома могу стонать, у меня что-то болит, уже возраст, все. А сюда я прихожу, все, я не чувствую ничего. Я летаю, я с ними, они возле меня, и мне это, кажется, я моложе делаюсь. Надо их любить, уважать, считаться с их мнением, каждого ребенка. Вот и все. Это самое главное. Трудно представить, сколько сил, здоровья, души, терпения учителя вкладывают в каждого из своих учеников, чтобы из маленьких девчонок и мальчишек они выросли в успешных и счастливых людей. О значимости и ценности такой профессии, как учитель, говорили и со сцены Рыбницкого городского дворца культуры, поздравляя с профессиональным праздником педагогов. От имени государственной администрации, от себя лично, хочу поздравить вас с профессиональным праздником, пожелать всем крепкого здоровья, успехов, благополучия. И в век инновационных технологий вы продолжаете повышать свой профессиональный уровень. И, учитывая такую растущую акселерацию нашей молодежи, старайтесь идти в ногу со временем и быть действительно современниками в нашем обществе. Спасибо вам большое за труд и с праздником. Сегодня в муниципальных организациях образования трудится свыше 2700 человек. Из них около полутора тысяч педагогов. Профессионализм и мастерство около тысячи педагогов отмечены высокими государственными и отраслевыми наградами. Орденом «Трудовая слава» награждены 19 педагогов. Медалью за трудовую доблесть и за отличие в труде награждены 49 педагогических работников. 27 педагогов награждены почетным званием «Заслуженный учитель». Более 900 педагогов имеют квалификационные категории. Из них более 100 – высшую, около 500 – первую. И сегодня, в День учителя, за высокие достижения отмечены более 150 работников. В этот день они нарядные, красивые, с добрыми улыбками на лицах получали заслуженные признания. Изо дня в день, из года в год учителя дает частичку себя детям – добрые, отзывчивые, жизнерадостные, умеющие уважать и понимать своих учеников. Профессия учителя обязывает обладать этими важными качествами. Всемирный день учителя отмечен в государственных календарях более чем в 100 странах. Ирина Шлаева, Наталья Лисеева, Олег Слободенюк, ЛикТВ.